Спасибо большое. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, друзья. Если вдруг будет со связью какие-то проблемы, дайте мне, пожалуйста, знать в чате или вспомогать именно значками. Я буду очень благодарна вам за вот такие сигналы. Итак, сегодняшняя тема нашего разговора, о котором я говорила в прошлую нашу встречу, если кто-то присутствовал на вебинаре, это ранняя диагностика, коррекция и предупреждение нарушений речи у детей дошкольного возраста. Тема, конечно, набирает обороты по актуальности. Почему? Потому что для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития речи в дошкольном возрасте важное значение имеет ранняя диагностика, диагностика речевых нарушений и, конечно же, своевременно оказанная помощь. И педагогическая, и медико-педагогическая. Группе риска в данном случае мы причисляем детей первых двух лет жизни, у которых имеется обычно предрасположенность к проявлению нарушений речевого развития. В связи с этим они, конечно, нуждаются в специальном логопедическом, а часто даже и медицинском воздействии. И вот своевременное выявление, диагностирование такого контингента детей, проведение с ним соответствующих коррекционных мероприятий, в значительной степени помогает ускорить ход речевого и умственного развития. Ну а поскольку тяжелые формы ОНР обычно возникают на фоне, как мы знаем, органического поражения центральной нервной системы, то нашей с вами первой важной задачей является диагностика и легких форм каких-либо вот таких нарушений. Мы в первую очередь обращаем внимание в сотрудничестве с медиками на детей, которые родились от материи с неблагоприятным акушерским анамнезом, которые, детишки, которые перенесли асфиксию или афтовую травму, длительная желтуха тоже влияет, оказывает отпечаток на речевое развитие, недоношенные детки, маловесные или незрелые при рождении. Вот такие и массы еще других факторов, они, конечно, к сожалению, на общем развитии ребенка сказываются, но и в частности на речевом. Поэтому при осмотре детей группы риска уже в первые месяцы жизни можно обнаружить первые признаки отставания в речевом психомоторном развитии, который, конечно, потом сказывается и на речевом. Я подробный план работы сегодня представила, вот мы пробежимся по 10 вопросам, и, конечно же, в вашу копилку, логопедическое портфолио будут предложены упражнения и различные роды варианты артикуляционных гимнастик и так далее, которые, возможно, где-то пересекаются с вашими упражнениями, но, я думаю, лишними не будут, потому что в порядок их проведения систематизации тоже играет большую роль в том, чтобы мы с вами поправляли звуки у детей вон-то генезе. В целях предупреждения ОНР мы, конечно, обычно не мы, а с будущими мамочками беседуют уже и в соответствующих учреждениях, где они наблюдаются до родов, то есть говорят об эмоциональном общении с ребенком еще до его рождения, после рождения, на стадии становления его речи. Кроме того, и логопед, и психолог должны будут обучить мамочку основным приемом работы по стимулированию психического развития ребенка. Так вот, ранняя диагностика отклонений довербального, то есть дословесного и самого словесного поведения проводится в рамках комплексного обследования ребенка. Я кратенько представила вам здесь вот такую постстадийную классификацию того, как развивается ребенок от рождения примерно до полутора лет. Первая стадия, которая длится до восьми недель, то есть первые два месяца, характеризуется обычно рефлекторным криком, такими рефлекторными звуками, которые сопровождают обычно соматические реакции ребенка. В крике обычно преобладают гласноподобные звуки, да, они имеют назальный оттенок, но иногда звуки крика как бы приближенно напоминают такие согласные, как «г», «к», «н». Но так как эти звуки носят рефлекторный характер, еще раз повторюсь, они на этом этапе ни в коем случае не рассматриваются как предшественные кефаны. Поэтому вот нам, лакопедам, крик с точки зрения диагностического значения, что собой представляет? Дело в том, что у здорового новорожденного ребенка крик чистый, да, громкий, с таким коротким вдохом и удлиненным выдохом. И у детей с органическим поражением центральной нервной системы, у которых в последующем выявляются, да, речевые расстройства, крик может быть либо тихим, либо, наоборот, пронзительным, либо в виде отдельных всклипований или вскрикиваний, которые ребенок обычно производит на вдохе или может вообще отсутствовать. Я вспоминаю на одном из вебинаров случай, когда мамочка одна двух прекрасных девочек-близнецов рассказывала по поводу второй близняшки. Мы, говорит, с мужем, с супругом умилялись по поводу того, что вот так интересно, в отличие от своей сестрички, мяукает девочка. Очень странно было, что беременность протекала хорошо. Ну, были, сама мамочка не такая крупная, а вот двойняшек выносила. И постепенно выяснилось, что у ребенка констатировали синдром кошачьего визга или на медицинской терминологии это синдром Лежена, да, когда, ну, связанный с хромосомной патологией. Странно, конечно, что это на этапе сдачи анализов не сказывалось. Вот теперь девочкам уже 10 лет. Одна из них учится в гимназии и опережает даже в своем развитии. Вторая девочка, вот она гораздо позже развивалась и по полозанию, и по рычедвигательным движениям и прочее. И, конечно, обучается уже в специализированной школе. Мама просто восхищает тем, что очень тщательно продумывает все этапы помощи вот такому ребенку. Ну, вот две сестрички-близняшки, но совершенно с разной судьбой. И очень, конечно, разница отличается в речевом развитии абсолютно. Здесь, вот мы общаемся тесно с этой женщиной, здесь, конечно, никакого сравнения нет, потому что отставание налицо. Далее. Вторая стадия, обращаем внимание, она характеризуется уже качественным изменением крика с точки зрения интонационной характеристики, да, то есть появляются смехоподобные гласные гуления. Продолжительность этой стадии от 8 до 20 недель, то есть примерно к 5 месяцам, ну, плюс-минус девочки, мальчики отличаются из 3 месяцев, начинается такое интонационное становление интонационной характеристики крика. Он видоизменяется, крик, в зависимости от состояния ребенка. Он по-разному, да, ребенок сигнализирует матери либо о болевом ощущении, либо чувстве голода и дискомфорте каком-то. Вот поведение у детишек с органическими поражениями нервной системы, крик обычно остается однообразным, то есть интонационная картина, ну, практически не меняется, выразительности отсутствует. Начиная с 12 недель у большинства здоровых детишек частота крика снижается, исчезают такие примитивные крики, кряхтения, появляется начальное губканье, да, гуление, и звуки гуления возникают обычно на улыбку, разговор взрослого с ребенком, то есть на этой стадии осуществляется переход от рефлектованных звуков к коммуникативным, подтверждением чему является, ну, такое вот активное гуление ребенка как реакция на обращение взрослых. И к 6-8 неделям появляется, ну, так называемая социальная улыбка, да, то есть улыбка, которая пока что не адресована, не дифференцирована, но она адресована ко всем, кто подходит, да, общается с ребенком. В гуление, напомню вам, преобладают гласные звуки, но к концу второй стадии появляются и редуцированные, то есть краткие согласные. Звуки гуления, как правило, произносятся на выдохе, и гуление представляет собой своеобразную тренировку речевого дыхания в норме. То есть гуление обычно выступает уже в качестве такого составляющего элемента комплекса оживления звукового. В период гуления интенсивно развивается интонационной системой языка и звуки, входящие в него. И на этой же стадии постепенно появляется вот такой вот, назвать смехом пока что это, наверное, можно с трудом, но в ответ на эмоциональное обращение к окружающим вот смех такой вот продолжительный у детей становится. Вот симптомами риска речевых нарушений у детей с ранним онтогенетическим поражением центральной нервной системы является отсутствие интонационной выразительности. Появляются однообразные редкие тихие звуки гуления и сопровождаются они, как правило, таким хаотичными движениями в конечностях. И еще один признак вот такого отставания – это превалирование назальных, то есть носовых звуков крика. Но здесь основной прием коррекционной работы, который обычно и мамочки проводят, и к специалистам обращаются, это предупреждение нарушения речевого развития вот на этих первых двух стадиях, нормализация процесса кормления. Несмотря на трудности кормления грудью некоторых детей с органическим поражением мозга, рекомендуется их все-таки не отрывать от груди и помогать им захватывать сосок и тем самым тренировать у них функцию сосания. То есть уже в этом возрасте, на этом этапе мы создаем необходимые артикуляционные предпосылки для произнесения звуков. И наряду с нормализацией постепенно формируется зрительная фиксация и способность следить за движущимся предметом. Параллельно идет слуховое внимание и умение локализовать звук в пространстве. Вот уже на этих двух стадиях. Особая роль, конечно, отводится и по активизации голосовых реакций. Ну, обычно такое проводится через полчасика после пробуждения детей. Перед такими занятиями необходимо, конечно, даже в таком возрасте сознавать эмоциональный настрой у детей. То есть разговаривать, может быть, петь песенки и так далее. Эмоционально, с изменением громкости звука, высоты голоса и повторять коротенькие рифмованные стишки и часто обращаться к ребенку по имени. Третья стадия. Третья стадия, ну, это примерно с 16, 20 по 30 недели, то есть 7,5 месяцев. На этой стадии отмечается в норме постепенное исчезновение цепочек гласных звуков и возвращение уже к произношению однослоговых сегментов. Удлиняются постепенно звуки. Они напоминают уже гласные или согласные. Согласные уже больше начинают продуцироваться в передних отделах полости рта. И ротовая полость уже в этом возрасте увеличивается в объеме и создает для ребенка благоприятные условия, чтобы двигался язык. К концу третьей стадии ребенку доступны уже некоторые звуковые компоненты и комплексы с длительным произнесением отдельных сегментов. И к 5-6 месяцам, то есть к полугоду, здоровый ребенок начинает произносить «ба», «ма», «та», «ла». То есть появляется первый слог. Это начало лета. Поэтому ничего удивительного не бывает, когда говорят, что первым словом не «мама». Бывает, как правило, «баба» или «папа». Потому что первые взрывные «б», «п» звуки, они легче произносятся малышем, чем сонорные «м». И поэтому мамы, конечно, не должны в этом плане расстраиваться. Я всегда студентам об этом напоминаю. Но если вдруг врожденная глухота у ребенка, даже в этом возрасте отмечается вокализация на этапе гуления. Помните повесть «Короленко» «Слепой музыкант»? И слепота или глухота не отменяют этот этап, этап гуления. Но характерным признаком у таких детей с патологией является постепенное угасание звуков и отсутствие лепета. У глухих детей лепет отсутствует и, соответственно, создает большое препятствие в дальнейшем развитии речевого. И в период лепетной, как мы называем его, происходит соединение отдельных артикуляций в линейную последовательность, что, конечно, уже считается основой механизма словообразования. Четвертая стадия. Четвертая стадия. Примерно с 7,5 до 12,5 месяцев именно в этот период лепет начинает напоминать по своим акустическим признакам звуки родного языка. И родители нередко смешивают эти звуки с началом собственного речевого развития. Но такая каноническая стереотипная стадия характеризуется, как правило, повторением двух одинаковых слогов. Баба, да-да, папа, мама. На этой стадии усиливается контроль произношения звука. Ну и примерно с 6-7 месяцев лепет приобретает уже такой социализированный характер. Ребенок начинает лепетать в общении со взрослыми, использует различные голосовые реакции для привлечения внимания окружающих. Иногда даже указание жестовое «да», «да», «да» указывает на то, чтобы что-то дать. И в этот период голосовые реакции, конечно, отчетливо выделяются из всего общего комплекса звукового. Это своеобразная активная форма общения ребенка с окружающими. И для здорового ребенка характерным является то, что лепет выступает как самостоятельная речевая деятельность. Одновременно у здорового ребенка начинает развиваться и начальное понимание обращенной речи. Он внимательно относится к движениям, действиям взрослого, направленного на общение с ним и пытается понять или вникнуть в значение. Пятая стадия. Пятая стадия охватывает период от 9 до 18 месяцев примерно. Здесь уже лепетные звуки отличаются большим разнообразием, потому что ребенок может произносить слоги согласный плюс гласный. Некоторому дается согласный плюс гласный плюс согласный. И у этих детей, конечно, стадия эта коротенькая. И они переходят к произнесению, сочетанию целых слогов, имеющих определенные значения. Поэтому мы называем этот период период лепетных слов или псевдослов, то есть тех слов, которым ребенок дает свое значение. Далее. Я почему подробно остановилась на этом периоде, потому что очень важно вот те прогалы, образующиеся ниши, на которые мы поначалу не обращаем внимания, нам потом приходится корректировать на этапе дошкольного возраста. Следующий уже порядок появления звуков в онтогенезе. В 1-2 годика появляются вот такие гласные первые звуки согласные. Далее в 2-3 года, в 3-5 лет, в 5-7. То есть классификация бывает разная. Я взяла самую общую. Но вот эта классификация отражает, конечно, все основные этапы становления звуков. Ну, плюс-минус индивидуальное отличие, безусловно, есть. Ну, вот симптомы риска речевых нарушений на последних стадиях предыдущего слайда, о которых я говорила, когда отсутствует лепет, когда лишь избирательное такое предметное действие на общение со взрослыми, не выполняются простые словесные команды, ну и отсутствует, конечно, подражание игровых действий у детей. Какие на этапе до годика, и годик с небольшим, полутора лет, мы проводим обычные игры, да, ладушки, до свидания, дай ручку, да, и тому подобное. То есть взрослые, произнося слова, сопровождают и жестами, необходимыми действиями, и тем самым мы детей побуждаем к самостоятельному выполнению действия вот в таких словесных диалогах. Ну, развитие лепета проводится путем игр, перекличек вам всех известных. Они организуются тогда, когда детишки лопочут, да, сначала взрослые повторяют звуки ребенка, потом произносят новые. Ну, и необходимо, конечно, подчеркнуть, что на этих этапах мы с вами предупреждаем отставание речевого развития детей, и все мероприятия, конечно, должны носить комплексный характер. Здесь мы еще присоединяем и при необходимости лечебную гимнастику, массаж, потому что дети с ОНР нуждаются в комплексном лечебно-оздоровительном процедурах, это и режим дня, и закаливание. И плюс, конечно, мы вот с этими упражнениями через родителей, через мамочек, прежде всего, да, проводим такие мероприятия. Некоторые даже обращаются к специалистам и на данных этапах. Мне бы хотелось перейти с вами к обсуждению причин нарушения звукопроизношения, исходя из того подробности, подробной характеристики стадий становления звуков и, соответственно, какие ошибки мы иногда допускаем при постановке звуков. Ну, во-первых, одна из причин, как мы выясняем с вами, это несогласованная сенсорная и моторная система. Это может быть нарушение слуха, это могут быть какие-то физиологические, да, связанные с рождением ребенка, ну и, конечно, отсутствие необходимого для речи навыка. Какие ошибки допускаются обычно на первых порах при оказании помощи? Автоматизацию звуков мы должны знать при изолированном, нечетком произношении. Автоматизировать их нельзя, нужно подходить комплексно. Не учитываются возрастные нормы или физиологические особенности. Иногда постановка и автоматизация звуков проходят без наглядного материала, что затрудняет или, наоборот, удлиняет сам процесс становления звуков определенных. Нарушается порядок постановки звуков, если мы диагностируем множественные нарушения. И иногда автоматизация звуков проходит без артикуляционной гимнастики, к сожалению. Обратимся в связи с этим к общим, скажем так, постулатам, да, правилам, или я их назвала как пять ключей системы практической логопедии. Прежде всего, это, конечно, правильная диагностика. Она должна быть комплексной. Комплексной, потому что мы с вами еще отталкиваемся от тех диагнозов, которые первоначально ставят медики. Мы должны понять с вами механизм нарушения, построить правильный индивидуальный коррекционный маршрут. Мы должны сделать подборку именно тех инструментов, того эффективного инструментария, который поможет скорректировать звукопроизношение. Ну и, конечно же, без закрепления, без этапа закрепления вся работа может пойти на смарку. Что представляет собой диагностика и на что она должна быть направлена? Мы с вами определяем уровень речевого развития. Ребенка, во-первых. Мы определяем зоны проблемные, то есть области, нарушенные области речевого развития. Тем самым диагностируем дефицит определенных сфер в речевой системе. Мы определяем нарушенные звуки и, соответственно, может быть, это в совокупности с какими-то другими высшими психическими функциями. Это может быть память, это может быть запоминание и так далее. Поэтому при работе комплексно мы должны уметь развивать и использовать речь и как средство коммуникации. И обращаем внимание на звукопроизношение, и фономатический слух, и фономатическое восприятие, и грамматический строй, словарный запас, темпо-ритмическую сторону речи, просодику, понимание речи, артикуляционную моторику, а также овладение уже позже навыками письменной речи. Это уже старший дошкольный возраст. В каждом случае причины тех или иных нарушений могут быть различными. Мы уже говорили, да, это могут быть травмы в природах, это могут быть анатомические нарушения, это могут быть неврологические заболевания, нарушения слуха и так далее, и так далее. Поэтому наша с вами основная задача определить причину нарушений и дать рекомендации. Первый ключ – диагностика. То есть независимо от того, что хотят от нас родители, а родители хотят быстро и качественно поставить звуки. И нередко вы, наверное, бываете свидетелями того, когда родители говорят, вот нам бы только вот этот звук. Вы можете пригласить родителей, чтобы они поучаствовали, видели, как вы диагностируете речь, потому что это система, в которой отдельные компоненты все взаимосвязаны. И если у ребенка нарушено большое количество звуков, это уже сигнал, что имеется нарушение в других областях речевой системы. Это может быть лексическая, лексико-грамматическая или с фономатикой связанные какие-то проблемки. Поэтому для эффективной работы нужно параллельно построить и подобрать тот инструментарий, еще раз повторюсь, для того, чтобы работать над всеми нарушенными компонентами речи. Для этого у нас с вами есть и диагностические листы, и пособия, и обучающиеся видео. Есть возможность посещать вебинары и повышать свою квалификацию. Но мы всегда стоим, задаемся тремя вопросами. Три кита. Что делает ребенок не так? Как он это делает? И почему он это делает? Ну, для этого, конечно, чтобы понять механизм нарушений, мы с вами, безусловно, должны владеть знаниями по профилям, звукам в норме. В норме. Ну, например, звук А. Если мы берем гласный, вот здесь я в качестве примера привожу вам два гласных А и О. Каковы особенности произношения, например, гласного А? Все мы с вами знаем, что рот широко открыт, губы спокойные, не напряжены. То есть здесь мы учитываем, есть тонус или нет, не округлены. Кончик языка находится у нижних зубов, язык плоский. И выдыхаемый воздух не содержит преград во рту. Голосовые связки работают, горло дрожит, то есть есть голос, вот вам звук А. Если при произношении гласных есть какие-то нарушения у ребенка, мы фиксируем в диагностическом листе индивидуально. Не просто ставим плюсики, как правило. Вот у нас диагностическая карта речевых нарушений, плюсики или галочки нужно фиксировать индивидуально для каждого ребенка. То, что поможет вам эффективно подобрать соответствующие упражнения или инструменты. Если мы рассмотрим звук Ф, например, очень часто Ф, зубной, щелевой звук, когда нижняя губа немного втянута и прижата к верхним зубам, верхняя губа слегка приподнята, верхние зубы видны, кончики языка немного отходят от нижних зубов, язык плоский, и выдыхаемый воздух прорывается в щель между верхними зубами и нижней губой. Вот поэтому щелевой звук, Ф тоже частенько звук Ф неправильно произносится детьми. Равно как и Л, Л и В, сонорный Л и В по месту образования могут происходить смешение у детей. Почему? Потому что при произношении звука Л кончик языка упирается в верхние зубы или в бугорки за верхними зубами, а средняя часть спинки языка она опущена, задняя часть спинки поднята и боковые края тоже опущены. Форма языка напоминает седло. Вот когда ребенок сталкивается с трудностями при произношении этого звука, выдыхаемый воздух проходит, конечно, по бокам языка. Часто при неправильном положении языка Л выдает как Б по месту образования. Поэтому здесь мы, конечно, с вами должны во-первых, обращать внимание на порядок появления звуков в онтогенезе. Классификацию я чуть выше вам давала, мы на ней останавливались. Мы с вами знаем, каковы бывают речевые нарушения, виды нарушений звуков. Вот сейчас мы с вами по месту образования, по выдоху, по расположению языка и так далее. Есть какой-то практический опыт и пример демонстрации различных коллег. Ну, например, вот тот же бук Л, который рассмотрим на примере. При одном и том же нарушении у разных детей может быть совершенно разный механизм, вы это прекрасно знаете. Итак, отвечаем на те три вопроса, которые всегда у нас должны красным сигналом, красной лампочкой загораться. Итак, Л, что он делает не так? Не поднимает язык за верхние зубы, значит, нужно научить поднимать, удерживать кончики языка за верхними зубами. У нас есть ладные инструменты, есть зонды, есть заменители этих инструментов. Как он это делает? Когда произносит ребенок звук, он вытягивает губы, значит, мы убираем лишние движения, да, и заменяем на правильное движение. Почему он это делает? То есть, либо он не различает звук на слух, либо не может поднять напряженный язык кверху и прижать его за верхними зубами. Значит, мы учим ребенка определять на слух правильные и неправильные звуки и формируем правильные движения и позы. Вот, собственно, зоны, над которыми мы работаем с детьми, у которых нарушено произношение данного сонорного звука. Третий ключ к работе, я еще в последующем вернусь, обобщая наш материал, к этапам работы, сам коррекционный маршрут. Во-первых, коррекционный маршрут, еще раз повторяю, на основе продиагностированного вами материала и заполнения ваших либо диагностических листов, либо карт, кто к чему привык, отсутствие звука, либо его замена, либо его искажения, либо смешиваются звуки. Мы составляем с вами план, зная о дефицитах и индивидуальных особенностях ребенка. Мы планируем с вами занятия, подбираем дидактический материал. Ну, я привожу в качестве примера известные вам уже диагностические карты. Ну, например, очень часто встречаемую патологию с произношением р и р, мягкий, сонорный р и его мягкий вариант. Цели на подготовительном этапе, на этапе постановки звука, расписываем, какие виды артикуляционных упражнений и наглядный материал. Вот на этих этапах, вот этапы работы, я бы для себя, индивидуально для каждого ребенка, заполняя вот такие карты или листы, я бы делала комментарий или помету именно его особенность произношения этого звука. Потому что, еще раз повторяю, механизмы искажения, смешения или нарушения в произношении звука у всех могут быть разные или идентичные. И продолжение карты, уже третий этап автоматизации звука. Но мы еще с вами говорили о том, что обязательно должно быть закрепление. Закрепление – это уже различного рода упражнения, которые нацелены на то, чтобы звук произносился как для в начале, в середине или в конце слога. Вот еще раз повторяю, что коррекционный маршрут – это всегда индивидуальная карта каждого ребенка. Единственное, хотелось бы пожелать, что формальности избегаем и подходим к каждому ребенку на каждом этапе индивидуально. Четвертый ключ, о котором я вам говорила, это те самые инструменты коррекции звукопроизношения. Это, конечно же, артикуляционная гимнастика, которая на первых порах, кстати, может заменять две трети времени занятия, а потом уже переходить на трех-пятиминутные упражнения. Возможно, это логопедический массаж или механическая помощь. Вот все из вас знакомы с такими в свое время на слуху прогремевшими вещами, как вкусная артикуляционная гимнастика или тейпирование зонды и так далее. Я слышу разные мнения логопедов по поводу вот этих вот инструментов, которые помогают, считаются инновационными, помогают детишкам. Вот по поводу вкусной артикуляционной гимнастики. Кто-то чупа-чупсы использует, кто-то печеньки, кто-то бублики. Вот здесь на фото я подобрала соломенные палочки и прочее. Если у вас в приемный день один или два ребенка, ну, наверное, можно. Представьте, что ребенка вы завлекаете, используете. Пошли крошки. Крошки надо убрать. А если у вас в очереди еще по графику человек 5-10, да, запланировано, и это требует времени, и потом попробуйте снова ребенка еще увлеки тем, чтобы какую задачу вы перед собой поставили. То есть здесь разные мнения есть, я и скажу всегда, из принципа не навредить. Не навредить. Кому-то, может, действительно, и вкусная артикуляционная гимнастика подходит. Но вот мнение расходится, кто, вот как относится к такому виду вкусной артикуляционной гимнастики. Тейпирование. Тейпирование, если вы помните, это такие специальные пластыри, которые помогают, если знать зоны, куда их накладывать, там снять напряжение определенное и прочее, при правильном использовании такого инструментария есть определенный эффект. Но, опять-таки, здесь нужно подходить, исходя из золотого правила. Правило не навреди. Поэтому здесь я, опять-таки, право выбора всегда остается за вами. И зонды. Вот представьте тоже, зонды у всех у вас, конечно, они есть, используете часто или редко, опять-таки ставят перед вашими задачами. Но некоторые делятся такими лайфхаками, когда зонды заменяются, либо закупают палочки для сока, во-первых, они стерильные, они уже запакованные, или для кофе есть палочки тоже такие запакованные. Почему? Потому что зонды после каждого приема ребенка, после каждого занятия, их нужно обязательно дезинфицировать. Это нужно определенное время. И подготовка раствора и так далее, и так далее. Поэтому вот одноразовые какие-то заменяющие вещи, зонды, какие-то определенные промежутки работы, они, конечно, тоже спасают. Поэтому многие опытом делятся логопеды и те, кто помогает устанавливать определенные звуки. И вот мне кажется, это находка, конечно же. Ну и вот при массаже механическим определенным зон языка, конечно, без зондов не обойтись, или заменяющих их одноразовых вещей, которые вы тут же выкинули, к вам уже на прием просится другой человечек, с которым тоже можно работать с применением вот этих инструментов. Далее. Пятый ключ – это закрепление, без которого мы, конечно, не обходимся. И многие визуальные картинки вам, скорее всего, знакомы, когда можно играть с помощью визуальных материалов или видеоуроков по работе над каждым звуком. У каждого из вас есть богатая библиотека, пособие для работы и автоматизации. Мы подбираем с вами упражнения. Вот данные улитки визуализированные, они помогают в подборке слов, где соответствующий звук, свистящий или сонорный, или шипящий в разных частях слова, тем самым мы и закрепляем, автоматизируя тот или иной звук. Говоря еще раз об этапах, которые я перечислила по ключам, работая над постановкой звука, мы обобщая, скажем, подготовительный этап, основной и завершающий. На практике, естественно, мы с вами сталкиваемся с целым рядом проблем на каждом этапе, поэтому важно иметь, конечно, свою методологию выстраивать для применения. И еще раз напоминаю, что эта методология будет определяться тем, с каким случаем вы сталкиваетесь. Еще раз, подготовительный этап. В первую очередь, мы должны с вами вызвать интерес к лоркотическим занятиям. Мы развиваем параллельно остальные функции психические у детей. Это внимание, память, фономатическое восприятие. Мы развиваем артикуляционную моторику. Благо, есть такая золотая кладезь, очень богатая артикуляционной гимнастики, помогающая становлению артикуляционной моторики. Мы овладеваем комплексом пальчиковой гимнастики. О этой форме работы я часто говорила и на своих предыдущих вебинарах. Тем самым мы укрепляем в целом физическое здоровье. Постановка и автоматизация звукопроизношения. Вообще, что собой представляет постановка звуков? Это, в первую очередь, создание при помощи специальных приемов новой нервной связи между звуковыми ощущениями, восприятием произведенного звука, прежде всего, двигательно-киноэстетическими ощущениями, то есть это самостоятельное воспроизведение звука, прежде всего, и зрительные ощущения, то есть зрительное восприятие того, как, каким образом произносится тот или иной звук. И к способам постановки мы с вами относим, конечно, подражание, механический способ, опорные звуки, артикуляционная гимнастика и смешанный способ звукопостановки. В процессе постановки звука мы с вами задействуем все анализаторы, зрительный, слуховой, тактильный, двигательный. То есть это все то, что дает возможность детям запомнить тот или иной звук, потому что уже в этом возрасте детки подразделяются на аудиалов, визуалов и так далее. Поэтому здесь мы обязаны, любые анализаторы, использовать, а лучше в совокупности. Ну и какой звук считается поставленным, когда ребенок его произносит самостоятельно, причем четко, длительно и без поиска нужна артикуляция. Поэтому на первых порах поставленный звук очень хрупкий, такая рефлекторная связь, она может исчезнуть легко. Поэтому без подкрепления, без закрепления постановки звуков в соответствующем подбору упражнений мы не обойдемся. Вот по этой проблематике, по постановке автоматизации звуков, я вас делегирую к материалам, которые можно скачать по этому адресу. Мне очень понравились предлагаемые там пособия, и надеюсь, вы их бесплатно скачаете, выгрузите и используете свои работы. Например, вот из этого фонда я обратила внимание, что существует, может быть, и гораздо больше, но там подробно расписаны 14 способов постановки звука сонорного р. Ну, на примере упражнения болтушка, такой вот игровой интересный способ, который детишки просто обожают, такой вот способ любой начинающий логопед легко его использует. Или его еще по-другому болтушку называют индюком, когда высунутый широкий язык на звуке А выполняет движение вперед-назад, скользя по твердому нему. В этот момент язык касается альвеол, и слышен такой одноударный р. Теперь осталось эту позицию зафиксировать, закрепить, автоматизировать и закрепить. Ну, вот еще подобные упражнения, как барабанщик, визуализация его и плюс ритм отбиваем. В этом же адресу вы можете найти массу упражнений, связанных с дыхательными упражнениями, которые помогают правильно поставить свистящие звуки. Предлагаются карточки для постановки звуков, и есть некоторые упражнения на постановку сонорного р через близкие звуки по месту и способу образования. Далее. Ну, вот, например. Например, опять-таки делимся упражнениями и карточками, которые вы можете для себя распечатать, заламинировать. Это зубные звуки С и мягкие, З, З и Ц. Упражнения дудочка-лопаточка. Как их делать и какие подборки, рифмовки можно использовать для того, чтобы эти звуки научиться качественно произносить. Вот, кстати, такой вариант более подробный я вам представила вот здесь. Упражнение. Вот здесь вот улыбка либо трубочка. Мы здесь развиваем навыки артикуляторной подвижности губ. Идет формирование правильной укладки губ. Почему? Потому что губы участвуют в произношении очень многих звуков русской речи. И чтобы не шло смешение с такими звуками, как щелевой В, звонкий, и Л. Вот такая постановка более, да, такой вот визуальный материал. И детишкам очень нравится подражать и удерживать, например, улыбку без напряжения. Так, чтобы были видны верхний и нижний ряд зубов. Так, мышцы удерживаем, потому что мы с вами либо напрягаем, либо снимаем тонус. И примерно от 1 до 5-10 секунд можно тренировать. И произносить вот такие стихотворные строчки. Дети повторяют. Или, например, лопаточка. Когда язык мы кладем на нижнюю губу и удерживаем счет до 5. Соответственно, и сопровождаем такими стихотворными рифмовками. Артикуляция звуков, свистящих и шипящих. Тоже подобные упражнения, которые были и в предыдущих постановках звуков. И упражнение футбол, которое направлено на развитие воздушной струи. Каким образом? Потому что определенные звуки по месту или способу образования встречают препятствия или не встречают. И отсюда уже корректировка звука будет зависеть. Свистящие, сонорные звуки, простите, не свистящие, а сонорные, конечно же, звуки при выполнении упражнений гармошка качели. Здесь у меня ошибка, прошу прощения, можно будет заменить. Какие это упражнения и описание подробное того, как эти упражнения делаются. Здесь мы укрепляем мышцы самого языка и растягиваем подъязычные связки. Кстати, когда мы говорим об инструментарии при постановке таких звуков, я возвращаться к слайду не буду. Помните, массаж языка, снятие тонуса, не только языка, но и лицевые напряжения, темпирование и так далее. Очень многие логопеды, например, делятся своим опытом в том, что инструментов, конечно, очень много. Кто к чему привык и для кого удобно. Например, биомеханическая стимуляция ладонев, вам известные способы. Или поведенческая терапия, например, для аутистов или метод АВА. То есть прикладной анализ поведения. Кстати, считается на сегодняшний день таким наиболее эффективным методом. Почему? Потому что на базовом уровне, который включает в себя стимул, то есть запрос ребенка, и следствие – это реакция ребенка, ну и подкрепление или наказание в кавычках основано на реакции ребенка. Подкрепление – это то, чем вознаграждается ребенок, ну или похвала, улыбка, игрушка. А наказание может быть связано с тем, что повторяем тот маршрут произнесения звуков. Ну и, естественно, слово «наказание» не употребляем. Или метод сенсорно-интегративной вакопередической работы, который может быть применим для разных форм безречия детей. И при аллолеи, когда задержка речевого развития идет, или системных нарушениях речи детей с эмоционально-волевой сферой или интеллектом. Также и касается случаев дезортрии. Есть много, еще раз повторю, способов корректировки, выбор которых, конечно, должен определяться решением тех речевых задач, которые вы ставите при работе с каждым конкретно ребенком. Ну, вот здесь тоже я постаралась гармошку и качели визуализировать более подробно, тоже известные всем упражнения, так, чтобы можно было или в профиле, или в анфас видеть ребенку. Далее. Артикуляционная гимнастика для произношения сонорных и их мягких вариантов. Есть подборочек вот таких упражнений, которые тоже в виде карточек представлены в тех методических пособиях, ссылочка на которые чуть выше ранее вам была представлена. Упражнения для губ, артикуляционная гимнастика, тоже из той же подборки, каким образом и как мы сами ребенку демонстрируем или показываем видеофрагменты и помогаем ребенку выполнять эти упражнения. Упражнения для губ и щек очень интересны, хомячка все подражают, что, в общем-то, иногда остановить бывает сложно детишек. И вот такие карточки, набор карточек с подбором тех упражнений, которые рекомендуются в прилагаемых методических пособиях и визуальный материал также прилагается. Я думаю, что для благопедов даже с опытом работы лишними в своем портфолио эти материалы не будут. Когда мы переходим от дифференциации звука и к свободной речи, то хотелось бы обратить внимание на то, что представляет собой дифференциация, чем она отличается от автоматизации. Дифференцируем мы звуки, которые могут быть схожи по способу или месту образования и по участию определенных частей ротовой полости. И дифференциация зависит от того, как мы с вами выстроим коррекционный маршрут для того, чтобы этот звук поставить. Автоматизация – это уже поставленный звук, который мы закрепляем с детьми. Для дифференциации звука и свободной речи можно предложить детишкам такие упражнения, чтобы они исправили неправильно произнесенные вами слова. Ушительницу учит нас считать. Акцентные явления, которые, кстати, в многонациональных регионах встречаются, у нас республика не исключение. Мы частенько как раз это явление в филологии называют интерференцией, то есть наложением звуков родного языка на звуки русской речи у нерусских детей. Вот как раз один из примеров. Например, щай, песченька, макать щетка. Вот такие шутки иногда бывают. Че ище развлечений и дифференцируем мы приводим к автоматизации этих звуков. Или, например, конкурс говорунов, опять-таки, на фрикативной чаще выигрывает тот, кто быстрее и без ошибок проговорит подобранные вами скороговорки. Причем скороговорки нужно подбирать от простых, волки рыщут, пищу пищу, до, я считаю, вот шла Саша по шоссе, это уже сложно для более средней, старшей группы. Для младшей можно и такие вот двупозиционные. Далее. Дифференциация, автоматизация звука, продолжая этот вопрос, параллельно заучивая стихи детских писателей и поэтов. Борис и Заходер и так далее, у них очень много специальных таких текстов. Подборочку можно прочитать, повторить вслед за воспитателем или логопедом. Сонорные звуки. То есть на каждые звуки подборка текстов будет у вас своя. Ну и, конечно, дифференциация звука на уровне текста. Если текст мы сопровождаем еще визуально тем материалом, который у нас в наличии, то это будет замечательно. С одной стороны, мы приучаем к таким прецедентным высказываниям на уровне пословиц, поговорок, чистоговорок, фразеологизмов и так далее. Обогащаем речь ребенка. А с другой стороны, подборку можно и тексты составить таким образом, чтобы звуки различались и автоматизировались при прослушивании текста или уже при его прочтении. Ну, это уже начальное звено школы. Ну, например, подборка «Тише едешь, дальше будешь». Подборка «Ш» шипящих текста. Текст связный и можно в качестве продолжения творческой работы с детьми, как вариант, дать им возможность придумать концовку текста или завершить, или придумать нечто подобное самому. При этом подобрав очень простые фразеологизмы или пословицы. Из литературы, вот по тому адресу, который я ранее вам давала, и еще могу предложить вам из серии артикуляционной гимнастики масса упражнений по адресу. Есть картотека комплексов артикуляционных упражнений в виде карточек и, соответственно, дифференцированы по возрасту те или иные подборки заданий, которые вы успешно можете в своей практике использовать. Так, вот здесь просят написать адрес. Здесь презентацию вы можете скачать, и адрес у вас будет на руках. Презентация и тот адрес предыдущий, да, по карточкам, и целые книжки с упражнениями для отработки определенных звуков, они здесь представлены. Так, пожалуйста, вопросы. Я посмотрю, что на сегодня. Так, вот, да. Почему не высвечиваются мои инициалы, непонятно. Так, где не высвечиваются, здесь или... Так, вопросы. Опять не высвечиваются данные у кого-то. Так, адрес я еще раз повторяю. Здесь в презентации, которая вам представляется для скачивания, вы найдете. Так, благодарности, спасибо. Так, какие факторы могут влиять на эффективность логопедической помощи? Спрашивает Дмитрий Базилевич. Есть правильно, да, я на арене ставлю. Дмитрий, спасибо за вопрос. Здесь мы говорить о каких-то отдельных факторах не можем. Мы должны обращать внимание и учитывать в своей работе целую совокупность факторов. Причем эти факторы могут быть как чисто лингвистического характера, так и вне лингвистического. Я уже в начале вебинара говорила, что уже на ранних стадиях, начиная с гуления лепетного периода, специалисты могут услышать какие-то нарушения при становлении в норме определенных этапов и посоветовать в работе с родителями или в работе с медицинским персоналом, ну, я имею в виду массажный, массаж двигательный и прочие-прочие вещи, которые на речевые зоны, прежде всего, в мозгу влияют у детишек. В случаях, когда мы имеем тяжелые речевые нарушения, последующие, да, устанавливаются, здесь, конечно, индивидуальный подбор и учет факторов, потому что во многом в своей работе мы с вами еще опираемся на те медицинские диагнозы, которые устанавливают. Но бывают вовремя оказаны такая вот совокупная помощь нескольких специалистов, она, конечно, иногда дает очень хорошие высокие результаты и в дошкольном возрасте, и даже в школьном возрасте, потому что буквально вчера общалась, с опытом работы у нее в классе, класс специализированный, был ребенок, которому практически уже предрекали классы для ЗПР, да, как называется. Но вот удалось в совокупности с правильным подобранным материалом и чистотой. Дома тоже родители занимались, здесь еще ведь важна поддержка родительская, чтобы дома тоже закреплялись определенные достижения, которые ребенок в работе с логопедом смог на занятия. Дома это закрепляется, поэтому факторов масса. Дмитрий, я вот касаюсь на своих вебинарах того, что интересно и полезно, и важно учесть в работе логопеда или филолога. Так, какие образцы идеальной русской речи можно предложить детям слушать? Идеальный образец устной русской речи. Но сейчас очень много аудио и видеоматериалов, и на различного рода тренингах или вебинарах вам могут предложить, если вы имеете в виду по постановке звуков, то и вы можете тоже выступить образцом. А если у нас у сайта холокопедов нет определенных или не возникает определенных трудностей при произношении определенных звуков, потому что я помню, был период, когда педагогические вузы и среднее звено не брали хоть 7-5 дела албогов, это еще советский период был, при поступлении на дефектолога тех, у кого были свои нарушения речи. Потому что, прежде всего, Мария Ивановна образец той речи, которую слышит ребенок, что в саду, что в школе. И если вы используете в работе записи сказок или чистоговорок, стихотворений, в той записи аудио, то я считаю, что некоторые из них, конечно, классические образцы, скажем, дикторами телевидения или артистами озвученные, могут являться образцами. И ваши, прежде всего, конечно, как преподаватели, как человека, с которым сотрудничает малыш. Так, какие стратегии могут быть использованы для вовлечения родителей в процесс многопедической коррекции? А здесь, Дмитрий, прежде всего, стратегии сотрудничества, конечно. Почему? Потому что иногда мы сталкиваемся в своей работе с тем, что вот родителям вынь да положь вот сейчас, через неделю поставить звук. Но ведь есть очень тяжелый случай, когда полгода или даже год необходимо ребенку, причем при силокопной работе параллельно ребенка могут вводить на какие-то процедуры и прочее. И вы в течение вот такого длительного времени можете ставить звуки. Не отдельные звуки. Это работа в целом. Мы работаем над всеми компонентами речевой деятельности, плюс работа над другими структурными элементами психических наших функций. вниманием, памятью. Про подборку упражнений связанных на слух, потому что это фономатический слух, запряжен тесно. То есть в работе с родителями это, прежде всего, сотрудничество, плюс, наверное, в определенном смысле наставничество. Не, наверное, а точно, потому что родители тоже можно направлять и давать определенные рекомендации. Так, да, советский радиосказский спектакль я как раз хотела бы так ориентировать. Так, сейчас еще раз посмотрю. Так, образцы, так, по-моему, по-моему, больше. А, какие, так. Так, это я ответила, да. Какие современные научные исследования и открытия могут повлиять на подходы к логикинической помощи в ближайшем будущем? Дмитрий, я, конечно, вот за такой междисциплинарный подход в работе и логопедов, и учителей начальных классов, и воспитателей, и психологов. Почему? Потому что последние работы по нейролингвистике, по психолингвистике, это, ну, прорыв, я бы сказала, в том, чтобы помогать не только детям, но даже и взрослым, которые имеют какие-то патологии. Почему? Потому что у взрослых, которые нормально, скажем, говорили, в последующем геронтогенез, предположим, постинсультное состояние, когда часть речевых функций приходится восстанавливать, послеоперационное, если произошли какие-то нарушения механические и прочее, с зонами, которые связаны с речью, да, то здесь, конечно, усилиями нейролингвистики, психолингвистики, психологии и отдельных дисциплин внутри психологии, очень много психологии общения, психологии речевого развития и так далее, вот только усилиями всех специалистов можно добиться каких-то эффективных и инновационных, я бы сказала, методов при логопедической коррекции. Могу делегировать вас к лаборатории нейролингвистических исследований Татьяны Черниговской, это Санкт-Петербургский университет. В Санкт-Петербургском Герценском университете в прошлом институте есть фонетическая лаборатория, которая проводит эксперименты с разновозрастными детьми и очень тесно работает над проектами, связанными как раз с нашей с вами сферой, логопедической прежде всего. Какие этические вопросы могут возникнуть в процессе логопедической работы с детьми и их семьями? Вот здесь, конечно, очень, кстати, хороший вопрос, потому что даже когда мы диагностируем определенные, для того, чтобы скорректировать маршрут, построить, мы диагностируем определенные патологические нарушения, важно очень корректно, грамотно и правильно донести до родителей. Почему? Потому что любой родитель исходит из установки, ну, такой, скажем, эгоистичный в норме, да, что мой ребенок лучше всех, это вы вот не умеете с ним работать. Поэтому этика, этичное поведение самого преподавателя, прежде всего, и логопеда, и психолога, которые в комплексе, еще раз говорю, работают, и вот эти стратегии сотрудничества, они предполагают, конечно, и прежде всего нахождение общего языка с родителями. Этика может быть нарушена, даже если вы вдруг позволите себе сказать, что ваш ребенок не может. Может. Если вы скажете, допустим, фразу, это вы себе приговор подписали, значит, что-то в вашей методике хромает, что-то упущено, значит, нужно где-то повысить квалификацию и поднабраться знаний. Главное вовремя увидеть эти пробелы и начать комплексную работу. Вот с этикой, конечно, у нас иногда бывает, что родители отказываются от помощи определенной, ну, собственно, не понимая, что это совокупная работа над целыми структурными элементами речевой деятельности. Не над одним звуком, а целым комплексом речевой деятельности. Это, как понимаете, очень сложный механизм отработать, который, ну, нужно время, терпение и ресурс, прежде всего, ребенка, да, и физический, физиологический, временной, то есть еще раз говорю, как внутри, так и вне лингвистические факторы. Так, по-моему, все, да, ответила я на вопросы. Так, ну что ж, коллеги, вот те небольшие технические моменты, связанные там с наименованием звуков, да, где-то свистящие, где сонорные, я прошу прощения, но презентация вам для скачивания будет дана, Татьяна еще раз вам напомнит. И вот здесь в чате уже есть, да, вот справа вверху, где значок есть, да, и скачать, каким образом презентацию. Если нет вопросов, я благодарю вас за участие и хочу пожелать вам успехов. Всего доброго. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok